Ну что, друзья, заранее запланированной серии у нас осталась всего одна, и она пройдет в формате Best of 1, команда The Final Tribe, собственно, рассудит, какие переигровки нам предстоят, большие или не очень большие. В общем, не забывайте также принимать участие в акции наших партнеров FIVE, регистрируйте коды с пачки FIVE для того, чтобы выиграть самые разные призы, в том числе поездку в Шанхай на предстоящие The International. Коды продолжают появляться на нашей трансляции, не так долго они еще будут появляться, поэтому очень внимательно следите, записывайте эти коды себе и кликайте на баннер в описании нашего потока для того, чтобы узнать подробности розыгрыша. А у нас заключительная игра, команда The Final Tribe, Ярослав говорил, смотрел много матчей, игры этой команды, удалось посмотреть? Да тоже что-то захватывал, но, честно сказать, не могу прям что-то конкретного отметить. Что-то видел вот точно, но я даже не помню, что там происходило, но, опять же, от TFT на этих квалификациях ожидали, ну, прям уверенные игры в отсутствии всех лидеров. Как бы TFT всегда были где-то, ну, более-менее недалеко, что-то как-то туда-сюда, как будто бы им чуть-чуть не хватало. И вот, ну, нет, Альянс, там, НИП, которые постоянно на этих квалификациях играли, там, и все остальные прошли OG, там, Liquid, понятно, Secret. И все как-то ждали, что сейчас вот TFT-то нам и покажут, что это будет их, как бы, бенефис, но что-то пока бенефисом не пахнет. То есть борются они со всеми на равных, у них получается, как бы, они даже и не фавориты группы по итогу. То есть, короче, разочаровали TFT нас, меня. На самом деле вообще номинальные фавориты Европы, они как-то себя своего звания особо не оправдали, что Chaos, что TFT. Chaos, это вообще микс собранный, он, конечно, прикольный, там, о, Матумба, Матумба, все сразу начали по этому поводу хотя бы хайпить. Если так подумать, весь остальной состав, не сказать, что прям какой-то бомбический звездный, а, во-вторых, ну, Матумбе тяжеловато, наверное. Знаешь, вот это вот из «Князи в грязи», так скажем, да, то есть, самые вершины, попасть в такой Тир-2 коллектив, у него просто не выходит, ну, как бы, играть на том же уровне у самого. Что? Илюх, Илюх, как себя чувствуешь? Я просто свой переглядывался, и это мне показалось забавным. Да ты забайтил на смех. Нет, на самом деле мне было все сказать. Давай. Вот в TFT считаю, что если, вот они, знаешь, как на Гамбит, вот если бы Гамбит пошли в плей-офф, они бы выиграли квалификацию, я просто уверен. Вот в TFT тоже самое, вот если они выйдут в плей-офф, вообще не важно там, какой пассив, они просто выиграют квалу, запомни мои слова и все. Окей, а подкрепить их чем-то можешь? Да, я сейчас смотрел их игру, не помню, почему они играли, но я помню то, что у них был игрок на паке, который там прыгал с пушкой до гона, фу-фух, и Джаггернаут у них был. И это они просто играли вот по карте суперправильно, вот они там забирали нужные вышки, покупали нужные айтемы, там, Рошан, все там, не спешили, Шрайн, все там контролили. Я понял, я видел это правильную доту академическую, я решил, что такие МКС стали и способны только в дело, как драться. А вот TFT уже играют какое-то время вместе, уже имеют такое понимание. Уже почти два года вместе играют. Да. Ну или там меняли роли, там Эра сейчас на пятерке играет, там и на Керри играл, еще на четверке. Не, ну на Керри он играл очень давно, единственное, кого они поменяли, это Йоносен Фема, да, на Ксибе. Да? Да. В целом ты прав, они вот играют уже вместе очень давно. Но я вот вчера рассказывал о том, что если там нету каких-то очевидных победителей квалификаций, там, а-ля Secret, Liquid, OG и так далее, то TFT там они допонируют. Мне кажется, что вот если он там сможет к новому сезону что-то подтянуть, я бы, ну, очень хотел его увидеть снова там, скажем так, в Тир-1 доте. Вполне возможно, что и ворвется. Ну, может быть, но там другие позиции немножко, как мне кажется, пострадают. Да, там, в частности, первая позиция. Есть игроки, на мой взгляд, посильнее. Но, в целом, это вот, их даже тяжело назвать Тир-2 коллективом. Они суперкрепкие Тир-3 ребята. Тир-3? Да. Ну, потому что для меня вот Тир-1, это там, это топ-8 примерно, да, команд, которые там постоянно плюс-минус в топ-8 входят в турниры. А вот все остальное, это Тир-2. Ну, пускай они будут такие. Тир-2 с половинкой? Тир-2 с половинкой, да. Думаю, это что нужно нам было. Вот. Вот, да. Вот и все, что мы хотели сказать. А про пингвинчика уже мы все сказали. А там больше нечего обсуждать. На самом деле, это не все. Я вспомнил еще одну просто гениальнейшую мысль. Давай. Вот те, что они же были еще на Везге, в которой тоже я присутствовал и наблюдал за ними. А как это тебя туда занесло? Ну, как случайно оказалось. А, бывает. Вот. И они выиграли в группе ВП-2-0. Но при этом... Ну, то есть ВП были только без новичек, когда был Афонин. Но при этом они не вышли из группы. А ВП при этом поиграли в 0-2, но вышли. Знаешь, с чем суть? То, что вот они из сильных выиграли, а ботам почти всем слили. А во всех ботах выиграли, а в ТФТ проиграли. И вот тут то же самое. Вот они как-то ботам проигрывают. Когда теми доплев обо тренируют, выиграют. Да, шаолинское кунг-фу. Кстати, у меня же... Раки душат, короче. Я, кстати, Эре показывал шаолинское кунг-фу. Еще это было в Малайзии. У него даже видео на телефоне есть. Меня снимал их менеджер. Как и вместе там... Это просто... Ультасепок оставало. И он пел со мной. Да, я видел этот видос. Это просто кафедос. А сейчас какие-нибудь мувы из шаолинского кунг-фу продемонстрируешь? Я уже устарел. Я просто, знаешь, я передал свое мастерство своему ученику. Сейчас мы это увидим на мониторах. Так, а кто ученик? Эра. А почему? Давай за нами. Смотри. А, я что-то прослушал, да? В далеком будущем. Мы с Эрой оказались в одном месте рядышком. Была команда НИП, была команда Империя. Мы оказались вместе на одном турнире. И как-то тогда был какой-то ужин. Вот мы собрались. И вот он просто начал разговаривать. Просто нам было весело. Я начал... Шаолинское кунг-фу передал своему ученику. И сейчас он будет его показывать. Так понятно? Да, да. Все, понятно, круто. Спасибо. А сам мне понравилось, что это в далеком будущем происходило. В прошлом. Илья два раза сказал, что в будущем. Я думал, он сейчас поправится, но он еще раз. И я понял, что это какая-то постиродия сложная. Это просто высшая степень шаолинского кунга. Ты знаешь, почему в будущем? Потому что на самом деле будущее – это твое прошлое. Ну, понятно. Конечно. Очень понятно, да. Не, ну, слушай, теория струн. Просто у меня на самом деле все реальности потерялись. Потому что я уже будто живу на этой земле уже 3 триллиона лет. И я уже был цветком и птицей. И фотосинтез. Прости, я какую таблетку ты выпил сейчас вы хотели искать? Земле всего 4,5 миллиона лет. 4,5 тысячи. Тысячи. Сказали про NFT и все. А с кем они сейчас играют? С сингвилиарем. С сингвилиарем. Про них мы тоже разжевали просто вот так. Просто нечего уже добавить. Ну, кроме того, что у меня пингвинчик в прямом тевом мэме. Очень нечего добавить. И то, что он умеет, только на алхимике выигрывает. А вот экскалибур. Я обратил внимание, я уже смотрел просто. Это, конечно, извините, что я опять этого-то команды обсуждаю. Но просто вспомнил вдруг. Я вот смотрел уже вторую игру его на сцене. И каждый раз вижу одну и ту же историю. Он покупает саблю. Покупает, ну, там, типа... Ну, короче, дефолтный... И берет дейтдаус. Да! Он берет дефолтные арты вначале. Потом он берет Кирасу всегда. А потом еще после Кирасу... Он даже после Кирасы не берет дейтдаус. Он берет Бладторн. Я, конечно, не против Бладторна, но против БКБ не работает. Лотус может снять. Манта может снять. Оракл может снять. Оракл может снять. Он даже в этой игре... А знаете, зачем СВН приоритизирует в конце Бладторн, а не дейтдаус? Потому что, примерно, в такой уже лейт-гейме, когда у него 5-6 слот Бладторн, уже есть МКБ. А Бладторн через миссии пробивает. И там инфа-фокус. Не, ну понятно. Смотри, Оракл просто сможет снять его. Ты кинул Бладторн. То есть надо в Оракл... Ну ты что-то не попадешь далеком. Что там рисовать? Отвязал, потом... Так можно купить и МКБ, и МКБ. Я, в принципе, не фанат Экскалибра. То есть я отвяжу его билдингер-коптера. У меня, на самом деле, просто, знаешь, очень плохо становится. А что там было? Ну, он с билдингер-коптера собирает ПТ, Рейс-бенд. Потом он делает что-то... Барабаны. Кочек, ПТ, барабаны, молнии. А, он, короче, играет безогадим, а еще Баттерфля какой-то делает потом. Понимаешь, нет фейзов. Возможно, он надеется, что этот старый бисп даст ему гоним все-таки когда-нибудь. Возможно. Кирилл, спустил нас с небес на землю. Там Кентавра Final Tribe взяли себе. Спасибо. Все. Нет, за что. Ты свою работу исполнил. Нет, молодцы. Рубик плюс один, правильно, должен быть? Ну, возможно. Рубик с вами. Нет, с вами она не будет. Орак его можно взять, кстати. Они больше не возьмут ему Свена. О, ШД, кайф, просто кайф. Ну, вообще, ШД Свен... Зачем вы ему Свена даете? Ну, чтобы он снова повторил эту историю. На самом деле, сильный драфт. На самом деле, да. Вот ШД Свен, это реально очень сильное открытие, как мне видится. Простое, эффективное. Так, ну, Грима же в бане, чтобы удобрять Кентавру. Ну, и с простенького Грим Строук, который в бане. В бане, в бане. Неожиданно. Кристал Мейден. Ну, кстати, какую-то акценку, мне кажется, их команда может здесь. Они вроде любят с ней играть. Ну, если бы за Final Tribe играли с Дарквиллом, я бы сказал Дарквиллом неплохо. Варлок. Нормально же. Ну, Голем на своем, там, туда-сюда. В принципе, более-менее. Просто хороший герой. Есть Бейн. Ну, кто-то вообще про Варлока немного забыли. Вот он на петцентре вообще встал, а тут в первой стадии с Адабан на час подзабыли. Меняется мета. На квалификациях своя. Да, я не сказал бы, что про мета. Если бы это были, ну, не те же команды, я почти понял. Но это же немножко разный уровень. Ну, тут на квалификациях люди по своим чертежам играют. Вот в каком-то из регионов, в Юва, по-моему, это было. Просто Омник вообще не пикался. Ни в пике, ни в бане. Ну, бывает. Смотришь, типа, вот, просто все пики прошли, Омника нет. Просто людям все равно. Чего там, типа, Омник, не Омник. О, Мейден. Голова. Так я тебе сказал, что Омник будет. Только я тоже сказал. Так ты первый сказал. Я первый сказал. Я первый сказал. Ладно. Ладно, ты. Даже если Илюша сказал вторым, то он сделал это в будущем. А будущее – это как бы прошлое. Ты почему не учишься, Ярослав? Да. Забанили Кунку, потому что Шачилович как сейчас, как сядет на Кунку в оффлейне и... Все будет в жопу. Ну, по большей части они банили, потому что у них прям два. Мейден могут взять. Кунка плеера. Мейден. Ой, в смысле, Санитер. Санитер мог взять. Сингулярти. Нет, нет, нет. Не, не могут. Могут. Нет, нет. Могут? Нет, нет. Плохо. Чел, могут. Плохо. Просто нет. Да нет, могут. Просто возьми и все. Чел, ты... Да. Ладно, тогда Оракла. Ок? Нет. Нет. Ладно, идите тогда, знаете, куда? Куда? Со своими идейками. Ну, вот это вот все начинается. Слушай, червячок. Холодок опять пошел у нас. Да ну вообще, какой холодок. Короче, ну, видите, в Сингулярти должны взять Таранта, но там нет игрокана Тарантия. Ну, там нет игрокана Тарантия, поэтому... Соболезно. Поэтому возьмут Саленсера. Нет. Вот кого-кого Саленсера точно не любят. Ладно, Варлок. Варлок? Нет. Я бы... Я бы... Китавра набегает, а ты ему големом... Ну, я пошел на типа чьюка такая. Вот когда его не возьмут, я тебе реально скажу почему. Поэтому сейчас, знаешь, заранее мне будет в Павлу объяснять, если он реально его возьмут, я такой типа, блин. Ладно. Возьмут либо Лишака, хотя... Ладно, Лишак не так уж хорош, потому что там еще... Опса, четверки. Остается какой-то Никса. Кто-то сингулярит Лишака? Возьмут всем Лишак? Да. Ну, просто хороший герой. Просто хороший герой. Да. Ну, если не Лишака, то... Мне кажется, не так рано они хотят его открывать. Ну, могут землю взять. У них лавт задрот земли. А в прошлой игре... Была земля. У них была земля, а как-то... Ну, что демон, земля неплохо выглядит. Но я думаю, что все-таки демон будет больше четверка, чем пятерка. Я тоже так думаю, поэтому я предлагаю взять... Знаете, что я вспомнил? Ну, кстати, Макс, это же один из тех ребят, которых начал... Там чуть ли не один из первых практиковать, что это хард. На что это демоне тройки. Да. Так что они еще могут его зафлексить, если что. Так а лайфхан нужен в тройке-то. Он сильный, на самом деле. Ну, он неплохой. Если ты видишь героев, которые набирают... Допустим, если в Final Tribe наберут кучу персонажей, которых контрит, там, допустим, не знаю, Некрофос, там, Лишак, Мид, ДП... Ну, мне кажется, играть ли не будет таких героев, которые видят что это демона уже... Ну, да. Но потенциально, если бы так было, то, да, это было бы неплохо. Просто я видел это на тройке, практиковали кто-то в Virtus.pro даже играли. Да, играли, да. Не, это не одно и то же. Вот, кстати, Шачхолон очень хорошо на Shadow Demon играет. Да нет, это просто есть такие герои, вот типа Shadow Demon, которому не нужно излишнее количество денег, на самом деле. То есть он делает то же самое, примерно. Ну, то есть зачем ему лишние пять тысяч голды, если их можно отдать какому-то более полезному персоналу? Не, агонимайте после три буржа. Нет, ну это жестко. Блинк подкатить, фух. Кирилл, аргументы хочу услышать, почему не согласен. Ну, это жестко, когда есть демон, может всегда с хорошей позиции в таком случае заходить, да, если у него есть там условная линза, блинк, и он часто как раз-таки покупает там себе глимер, агоним. То есть он хорошо может впушивать линии, и он очень хорошо контролит. То есть, а что для тройки нужно? Инициация, либо чтобы персонажи хорошо закрывали? Ну, ты сравни вот Shadow Demon и Кентавра. Пожалуйста. Да, тысячная пятнадцать. Кто по-полезней будет? Это зависит уже от набора персонажей. Это зависит от того, что Кентавр точно полезен. Ну, не всегда, кстати. Но он математически будет полезнее в большинстве случаев, но под конкретный драфт, допустим, в этой ситуации что-то может быть полезнее файдить. Нет игрока на тринете, но они его берут. Так это другие люди. Нет, мы думали, другие возьмут. А, да? А тут просто корова. Я, кстати, вот сидел и думал, кого можно по-кроме земли взять. Про бару забыл. Всегда в бане было до этого. Сейчас отпустили бычка. Нет, я, кстати, говорил, что, возможно, Ханск не играет на тринете. Вот когда я говорил, что он хороший игрок, то ему не хватает там какого-то аникса, тринта, вот в пулях таких грязных персонажей. Вот, возможно, он как раз-таки и будет играть. Но не факт. Может быть, это и тринт пятерка. Оля Шак, хороший герой. Это потому, что они увидели тебя. Да, и уже нельзя взять никса. Да, уже нельзя взять никса. И, между прочим, уже так они критически спалились сингулярити, получается, по всем лайнам. Нет. Ну, хотя да, в принципе, Лешак может оказаться тройкой. У них все так же может, что-то у демон оказаться тройкой. Да не может. Лешак четверкой. Давай поспорим, что не может оказаться, что демон тройку нет. А я спор зафиксирую. В Лешак. В этой игре Лешак точно будет кором. Ну да, Лешак тройка, ну или мид. Лешак мид. Как пойдет. Ну что, спорите, нет? Пингвинчик, зачем спорить? Не хотите? Пингвинчик на Лешаке. Я говорю, что так просто может быть. Я же не утверждаю. Да может и метеорит упасть сейчас на нас. Нет, просто смотрите, давайте, вот я решу ваш диалог. Давайте поразмыслим логически. И я уверен, вам обоим понравится милогическая цепочка. Давай. Смотрите, если бы они хотели флексить Лешака заранее, допустим, чтобы он был на сап или кор, они бы взяли его пораньше, те бы его контрпикнули, они бы спикнули его на сапа. А они специально взяли так, увидели три героя, чтобы нельзя было взять них са, после этого взяли Лешака, чтобы его жестко не законтрпикали. И после этого он будет кором, потому что против него нет почти героев. 140 бпм. Вот допустим, если бы взяли какую-то пугну, вот они бы могли бы еще зафлексить. А так зачем? Хорош. Логично. Ты был бы замечательным коучем и драфтером. Да, я был, знаешь, каким-то лайф-коучем, просто самым лучшим. Сегодня ночью? Просто для команды. Я бы всех сплотил просто за один вечер. Даже если бы он друг друга ненавидел, он бы потом просто обнимался. А поцелуи были бы? Нет, в смысле, просто дружеские объятия для сочинения команды. Ярослав, о чем вы думаете в этой студии? Да вот. Умеете совесть. Ладно. Извините, пожалуйста. Давайте мое умолчание. Надо что-то забанить. Что-то для шачло, скорее всего. Да. Но это не совсем точно. Я просто смотрю на баны, мне кажется, что шачло... Они забанили пять героев шачло. Пять. А, Лас Пикова Сингулярича. Как же Макса там уважают. Это просто жесть. То есть они до сих пор думают, что тройки среди этих персонажей нет. Ну да. Ну, по крайней мере, они так думали вот раньше. Теперь вот у них... Ну, у них есть полторы минуты еще подумать. Кстати, я видел парсер какой-то игры. Сегодня, конечно, сыграл. Даже Баратурин был тройкой. Что-то команда... А, это вроде было у команды Резолюшина. Ну да, да. Не пики, но они там проиграли эту игру. По сути, потому что у них такой жесткий флекс. Ты даже на Северную Америку ворваться успел? Ну, просто посмотрю, мне интересно. Я же все-таки профессионал. Да, он просто задружание посмотрел. Ну, смотри, задружание. Там почти все партии. Вот, знаю, форвард 4-0 и 5-0 идут. Так они первое место группу уже. Как там CCNC вот это вот. Как у них там партии почти не умирают. Там Латарчики, Хиксыто, CCODL, Банша там. Явар, Сев, просто зверя. Ну, хорош, хорош, да. CCNC же подменял ИГ на каких-то турнирах, да, по-моему, в ходе DPC. И, ну, уже тогда можно было смело займись. И он топ-1 рейсинга в своем регионе, между прочим? Топ-1 рейсинг в своем регионе CCNC. А, ну, тогда еще меньше вопросов. Чтобы пикнуть такого. Если у Final Tribe сейчас будет какой-то герой без особого магического урона, я думаю, что Team Singularity могут вернуться к своему персонажу сигнатурно для пингвинчика. Я просто уверен, что это будет пугна. Это будет точно пугна. Для кого? Для Final Tribe? Это просто здесь лучший герой. Он обязан взять пугну. Просто обязан. Ну, кстати, не знаю, чем он такой лучший-то. Сейчас когда возьму, то я тебе объясню. Потому что, ну, просто нет ни одного героя, который здесь может быть лучше, чем пугна. Не, пугна здесь действительно неплохо смотрится. Да, с темп, они смогут поспейсить этому троллю. То есть кентавр, как только массу наберет, они вместе с пугнами могут легко начать захватывать там какие-то вышки. Под сейф против Свена. Лишний пуш, под сеймочку, кайф, ауру. Ну, что это за пак? Пак для Чесси. Короче, смотри, пугна идет в мид и умирает там 100 тысяч миллиардов раз, потому что кабан в нее бежит, а тут пак, он не умирается тысяч миллиардов раз. На самом деле, реально умно. No joke. Ну, конечно, ну, можно было сказать бы получше, чтобы не умирать, но, в принципе, да, было бы тяжеловато. Просто у тебя всегда есть момент, ты можешь это прочитать, ну, там, с тэмочкой заранее. Ну, он не нужен, зачем? Ну, что, он, кстати, неплохо вместе с Лишаком может линию. Нет, линия хорошая. Здесь лучше лось на тройке. Ну, конечно, лучше, чтобы лось там фармил. Как это будет фравского драфта, я считаю. Так, ну, а чей драфт в итоге лучше, как считаете, Кирилл? Ну, мне кажется, справа достаточно. Неплохо выглядит. Ярослав? Да мне, ты знаешь, мне, на самом деле, и то, и то нормально. Мне пак не особо что-то зашел вот этот в конце. Я просто в пингвинчика вообще не верю. Ну, вот это есть такое, да. Илья, а ты веришь в пингвинчика? Не особо. Вот я, знаешь, вот, допустим, Ветвега, да, который ранил там хорошо в квалах, вот у них просто два кора, вот чувствуешь, что мощь засолят. Вот тут два кора, понимаешь, что даже фригря заруинят. Тут драфты плюс-минус одинаковые, поэтому я ставлю на команду справа. Аналитики единодушны. Ну и сейчас, фух, появится голосование наших зрителей. Да, круто. Сингулярити 70% по мнению чата нашей трансляции. Интересно будет узнать мнение наших комментаторов по поводу драфтов этой карты. Ну вот они его вам сейчас и предоставят. А можно мнение сказать такое, что при победе Final Tribe будет три команды на переигровках. При победе Сингулярити их будет пять. Как вообще будут переигровки идти на пять команд? В принципе, еще разочек посмотрим. То есть просто они будут группой играть, снова бестов один? Они каждую друг другу. Это реально может быть. Я не знаю, как это. Так, слушай, ну если бы четыре команды, я примерно мог понять. Они могли сделать Single Elimination до финала, а пять команд, то есть их надо как-то поставить вместе. В общем, ладно. В общем, эта игра исключительно ради переигровок мы смотрим. Но, разумеется, команда еще борется с Сингулярити за выживание. Им нужно побеждать для того, чтобы в эти переигровки вообще вписаться. Я думаю, что сейчас все команды, которые на переигровках уже, болеют за команды ТФТ, конечно. Чтобы просто избежать этих массовых переигровок. И там для одной команды было достаточно в таком случае выиграть только две игры. Две игры подряд, и переигровка на этом завершится. Это сами ТФТ, а не так, если при победе они уже себе точно гарантируют место в плей-оффе, они будут стараться здесь. А если они проигрывают, то они попадают в эти переигровки, и не факт, что они из них выйдут еще. То есть для двух команд мотивация есть. Бывает такое, что для одной команды мотивация серьезная, а для второй команды вообще все равно. Здесь не так. Здесь две команды реально должны бороться. До самого конца. Дзинь. И поехали. Серега начинает ломать студию. Так, фулл, тим вайп, смоук. Туфть вайп, тим смоук. Для ТФТ. Быстрый копак какой-то сейчас вард поставит глубокий. Но сингулярити никуда даже не выходит. Да, Чези смоук. Кентавр, посмотрим, пойдет ли стак от Ритейлэйт. Хороший вард для Чези. Сам себе поставил. Может быть, и смогут найти достаточно быстро. Он такой, знаешь, тривиальный, нехитрый какой-то. Чези очень крутую игру сегодня показывал на этом паке. Не на паке, на линии. Как он давил сегодня темпларку, мы видели. Поэтому мидер хороший, мидер агрессивный. Умеет он реализовывать свое преимущество. Ганскин уже гуляет здесь. Смотрит, чтобы не было никаких смокгангов в чужой лес. Но и по две, наверное, баунти-роны будут забирать вертикально. Две слева сингулярити. Потому что там четыре персонажа аж. Находится. Ну и, соответственно, ТФТ, наверное, тоже две отберут у Свена. Который не хочет выходить. Сразу топориком, за топориком пошел. Пока сингулярити. Ну да, двигается на чужую руну. Там один тренд. Вполне вероятно, что может быть и три руны на самом-то деле. Тренд может рискнуть. Хотя нет, ладно. Там что-то демон опасно. Хотя... Не-не-не. Ганскин даже не двигается. Просто смотрит. 2-2 по ронам получается. Соответственно, Свенто топорик сейчас возьмет. И все, пойдет война. Вот топор. И на лайн. Ну, такая линия у него. Кристалл Мейден. За Тауэр моментально. Так, окей. Набить. Ну, такое себе просто стопить. Поблочить, поблочить, поблочить. Набить тут не получится пока ничего. Набить не получится, да. Ну, подстопить это приятно. Приятно. Сейчас крипло окажется у Тауэра. Потом будет намного проще стоять. Пак хорошо лайн свой заблочил. Угу. С лаем в хайграунде. Это уже потихонечку будет добивать. Съедает по деревцу как раз. Чтобы размениваться тычками на первой пачке. Вот классическая уже тема. С вами она тут чуть размяли как раз. С новой. Напряг воздесера. Тауэра, конечно, удивительно вот эти последние годы видеть на роль суппорта. Потому что всю жизнь он отыграл керри и в фнатиках, и в тех же самых нипах раннего сбора. Пока фарм. Пак очень классный 4-4 на медиане. 1-0 всего лишь УДП. Тут экскалибур. Я думаю, будет подфармить без каких-либо проблем. Пак слишком мощно стоит пока. Ну, а крипов под товар должен добивать. Тут еще и деспрофит немножко помогает. Еще один крип в копилку. Много урона. Отлично. Сейчас купят быстрый нулик. Это уже будет второй нулик. Можно преимущество увеличивать. Это будет больно. Так, тренд на топе, но тут стоит в центре. У самого Ханскина пока непонятно, есть ли в центре, чтобы можно было раздевартить. Но подходить опасно. Там и может видеть стан, может вырыгнуть от люфта. Тренд пока просто иксу получает. Там до второго уровня. Как хорошо, чтобы семечка появилась, пока вода здесь бегает, ходит. Но нужно найти в центре, потому что битва за центре при таких суппортах это очень важно. Потому что тренд сильный саппорт, когда его не видишь. Он очень напрягает. Так, вот он в центре. И Ханскин находит. Прекрасно, прекрасно. Больше в центре вроде как. Сингулярити здесь нет. Поэтому тренд будет чувствовать свободу. Правда, видишь, посмотри, они деревья ломают. Они не дают нормально здесь гулять. Круто. Это классика уже на этой линии. Они просто будут вырезать всю эту зону. Это специальный кростопорик. Упил себе спиртбрейкер. Он вроде суппорт, но стопорик. Так, мипошка. Четвертый стак залетит. И кристаллмэйдон должна здесь погибать. Ну посмотрим. Хочет пятый стак. Пятый стак. Новый. Там стики. Там стики от Эры. И кристаллново в ответ сразу же. Да. Получилось классно. Мипошки не хватило совсем немного. ФБ для Эры. Соло ферсблат. Очень рискованно было. но думал, что он убьет все-таки. Да, мид пока уничтожается. Чези. 6-1, 13-4. Ну да, как раз о чем мы и говорили, что Чези сейчас очень агрессивный этот миддл стоит и любит поддоминировать. Хорошо он на паке отыгрывает. На паке линия вот таких агрессивных персонажей. Его сигнатурки. Флазчик тоже к нему едет уже. Тролль тут разменивается спиртбрейкером. Под мясами не надо, я думаю, здесь Люфту воевать. Просто Лишак. Да у Лишака не так много здоровья на самом деле. Или там какие-то топорики залетят в эти тренды вдруг с невидимостью. Надо быть очень аккуратным. Реген перевести. Остается два танга. Так, Кристал Мейден возвращается с базы телепортом на линию снова. Но пак продолжает уничтожать Деспрофит. Такое бывает в моментах, когда вроде идет доминация, но потом герой возвращается. Деспрофит по-прежнему не может вернуться в игру. Постоянно от пака идет Харас, что максимально неприятно. Это обычно всегда по-другому происходит. Что от одного героя идет Харас, но другой герой добивает большое количество крипов. И потом из-за того, что нехватка происходит по расходникам, по регену, то второй герой начинает догонять, пока там едет как раз реген с базой и так далее. Два плейстайла на миде. Либо ты агрессивно играешь, либо ты играешь тупо фарм. Ну, в общем, пока начало удачно по всем линиям. Посмотрите, Кентавр стоит, очень хорошо фармит, и у тролля проблем нет. Тут ему помешать не получается. Хотя линия на самом деле достаточно агрессивная. Согласитесь, Спиритбрейкер плюс Хешрак, но пока даже нет попыток убить. Везде ровненько по корр ролям, кроме мида. Где 20 на 5 против 13 на 2. Будем дальше смотреть, как это будет, потому что там ждем, наверное, выход какой-то от люфта, чтобы там совсем... Ну, уровень-то у него уже есть, и чарж есть, и разгон есть. Пока трудно будет штануть. Все-таки имеет он эскейп этот парень. Да, а вниз идти только что на Кристалмейден, это слишком далеко. На Кентавр на ПД тоже тяжеловато будет. Кентавр тяжеловат, но втроем можно. Когда появится ультимейт, что-то демона, так Кентавра будет убивать намного проще. Тут давление на Фроста идет, выходит Ханскенш, и Челло тоже остается на ЛОХП, второй раз, он у Спиритбрейкера появится. Станчик сейчас будет. Станчик. Ну, надо убивать. Ханскенш... О, он не попал станом! Сейчас замедление может быть от роля. Нет, не догонит. Ну, в итоге здесь, похоже, никто не погибнет, Челло возвращается, у него появляется стан, может, еще раз попробует. Ханскен назад. Неужели никто здесь не погибнет? Казалось, здесь должны погибать либо там Спиритбрейкер, либо Лешрак, либо Тренд. Стан Лешрака сильный, должны были добивать там Тренд, но просто не попадает. Да, обидно. Досадно получилось. По-прежнему 0-1. Доминация от Пака продолжает почти в два раза. Пак, по-моему, готовится выходить на баунти руну, плюс законтролить, скорее всего, руну, и плюс сделать убийство. О, да. О, там даблкил для него. Там даблкил для Пака лежит. Пак прилетает. Один есть. Топорики, замедление. Но нет, Пак за вторым не пошел. Надо законтролить баунти руну, посполнить бутылку дважды, помазать Ханскина. Чит-4 за ТФТ. О, да, начало мощное. Начало мощное. Прям супер мощное. Ну и Кентавр стоит, фармит. Ну, тролль понятный. И доминация на центре самая такая очевидная пока. 2-6 по рвнам за игру. Сейчас можно какую-то Crystal Maiden даже стянуть, попытаться, наверное, на мидл, потому что пак получает сейчас 6-й уровень. И ДП там под два люка. Есть Retaliate, но от Spam от Excalibur. Продолжится ли Погоня? Нет, нет Стампида. Надо было сразу Станово давать. Наверное, да. Не надо было пролонгировать, потому что Сэн мог всегда в ответку тебе кинуть. Просто сразу Frostbite поймали и моментально откидываешь Станкин Тавра. С этим уроном от Retaliate, наверное, бы хватило бы. Погибает Spirit Breaker. Была изначальная атака на тролле. Не получилось. 0-3. 2000 перевес. Сентри нету новой. Вот это проблема. Потому что ты не видишь этого трента. Ну, деревья поломали. Ханскен становится все тяжелее. Тут нормально перемещаться. Он может в левой части карты держаться, чтобы нормально двигаться в невидимости. Так, у нас там погони будут за Шедо Демоном, возможно. Но патруль на ускорение. Теперь Breaker сейчас будет на кого-то набегать. Чези 7 стаков. Восьмой, по-моему, залетает. Пак. Нет, все. Там, по-моему, сбросились уже новые. Пошли. Чези живет. Лешрак погибает. И должны наказывать Crystal Maiden. Ну, плохие размены. Лешрака на Crystal Maiden. Третья позиция на пятую. ЦМ-ку вообще не жалко отдавать. Да, она очень бедная. Она реально пустая. Лешрака на Кворс почти 2К. Свен тут еще крипов не добивает. Очень важных для себя именно риджевых. Тоже неприятный момент. Постоянно проблемы. Небольшие, но проблемы есть. Хочется всегда, чтобы у Свена был старт хороший. Чтобы он быстренько там взял себе вот эти первые артефакты. Чтобы он взял левел. Чтобы пошел потом дальше лица вофармливать. Но все равно, он герой и так, я думаю, справится и так напереду. Папе сжал люфт. Очень далеко заходил бы. Не остановил разгон. И останавливается. Пак убивать в такой течение просто будет невозможно. Если не кинуть в него Сайленс вовремя. Возможно, Пак в этом случае какой-то Юл задумает тебе купить. Чтобы точно выживать после любой атаки. Вот он из центра. Поставлено. Думаю, Ханскен там видит его перемещение. Так. Ну, разгон на Ханскена. Будет стан по Ханскену. Сюда приходит Шэдоу Демон, Тролль. Похоже, Ханскена должны убивать. Хотя рядом Чези. Чези. Есть Дрим Койл. Ханскен очень жирный. Мипошка под рутами. Дизрапшн на Чези закинули. Мипошка пытается спрятаться в лесу. Еще один врыв. Дрим Койл по двоим. Сюда приходит Дес Профит. Сайленс по двоим. Попытка у Лишрака убить как можно скорее. Челост. Анна мне откидывается. Пак улетает. Живет Лишрак на 50 кп. Тренд протектор в итоге погибает. Ну и выход для Сингулярити удачный. Ну, такое себе на самом деле по удачности. Потому что у тебя пак сейчас продолжит на медиафарме. У тебя четыре героя здесь оказалось. И ты убил только Трента. Ну, в плане того, что Дес Профит может остаться на топе. Но единственное, нет экзорцизма, по-моему. То есть не получится попушить. Ну, пак у тебя время фармит мейдл. Снизу у тебя пушат линию. Как бы ты делаешь килл на суппорте. Но ты не забираешь при этом ничего. И ты еще теряешь свою позиционку. Что тебе нужно возвращаться на свои лайны. Поэтому, ну, не так много ты и выиграл. Даже, может быть, и проиграл. Возвращается Дес Профит на центр. И находит регенерацию. Пак с руной не угадал. Спирит Брейкер. Есть чарж. Побежал просто вперед. Возможно, был смысл отсюда пытаться, как кто убегает. Но больше нет. Бульдозы уходят. Да, с бульдозом очень легко уходить. Пак восстановился на шрайне. Возвращается назад на центр. Кентавр занимает в итоге первую позицию Панетворца. Потому что все это время он фармил. Свен там уже не в состоянии мешать. Свен вынужден уйти в лес. На нижний лайн вообще никто не приходит. Не помогает. Два супора сюда стянулись. И Мепошка здесь. И Люфт здесь у нас перед Брейкером. У нас в принципе не уходит, чтобы у Лешака. Выходит какой-то фарм Пингвинчик сюда смещается. Кушать хотят. Попытка может быть. Но я не знаю, что он делает. Он просто вот здесь вот ходит, броет. Вокруг до около ждет, что на кого-то нападать будет, чтобы контратаку сделать. Но никто сюда не приходит. Они две линии оставили. Они оставили две линии на фрифарм для двух коров. ДП просто уже тысячу проседает над паком. Из-за вот таких вот действий. Попытку они в троллях хотят убить. Да, вот разбегается на тролля. Тролль берет уровень 6. Он только что его взял. И убить его будет крайне трудно. Топорики полетели. Шрайн еще есть. Кентавр сюда приходит. Шрайн. Может быть контратака. Так, у нас баунтируем через минуту. Там дизрапшин. Есть дизрапшин. Вот этих крипов надо всех зафармить, которые здесь есть. Так, дизрапшин пошел. Пойзон есть. Танат лешрака. Что-то лешрак прям очень долго думал. Опаздывает, наверное, на секунду. Есть арбат ремкоил по троим. Дэзпрофит погибает, шеду демонов таверну. Остается отдельный лешрак. Его также добивает здесь. Минус 3. И телепорт. Спиритбрейкер улетает на базу. Свена здесь не было. Он был где-то рядом. Фармит лес. Очень хорошо заманили. Именно в ловушку у нас ТФТ своего оппонента. 4 тысячи ведут. Десятая минута сейчас уже будет. И баунти руны через 15 секунд. За них сейчас тоже будет драка. Их нужно будет забирать. В большем количестве, я думаю, для ТФТ. Так, что на топе? Хотя сингуляриси драться. Они выходят сюда. Массово. Сверху ответка будет. На тролля. Тролль без ультимейта. Стан полетел. Кентавр, возможно, придется продать. Тран-протектор. Идеальная позиция. Шикарный ультимейт. Но дизрапшин сразу же. Кентавр живет долго. Откидывается станом. Руны контролятся тем временем ТФТ. Ну и Кентавра очень долго убивают. Тифон, Сворм наконец-то убили. Это нормально абсолютно. Они продали Кентавра. Но забрали руны. Вместе с Трентом. Но забрали 4 баунти руны. Это куда больше. Сколько они заработали? 400 голды, да? 430 где-то. 433. 440 три группы. И забрали 4 баунти руны. Это куда больше. На 10-й минуте. Это сколько получается? У нас где-то там 1200. Мидас очень поздний усвоен. А до сих пор он его не купил после фейзов. В Творце 3800. Это первый в своей команде. Очень мало Лишрака. Но при этом хороший уровень есть. И Аболики тут, слушай, хотят драться от ТФТ. Ох, как находят. Есть Дасты. Врывает Спиритбрейкер. Попытка как можно скорее убить Кентавра. Слишком много хп. Эра выходит. Дримкуэлл по двоим. Деваться некуда. Лишрак должен отправиться в таверну. Ну и Спиритбрейкер, чаржа быть не должно. Его также убивают минус два. Такой выход был без команды вдвоем. Ну и массовый телепорт. Тут оказались все герои, кроме одного лишь тролля. Какие-то моментальные ответки делают у нас ТФТ. Вроде их забирают. Они делают какое-то полезное действие. И потом дальше еще у нас Сингулярити фидит. Идут забирать. Их как раз на уже фуловые ребята из ТФТ забирают постоянно. Так они все так гладко. По Сингулярити. Сван не фармит. ДП сильно проседает. У Лишрака это такой уже полу-суппорта какого-то переделывается с третьей позиции. Поэтому надо что-то придумывать. И не пушат. Не пушат Сингулярити, имея в своем пике Деспрофит. Лишрака, казалось бы, два героя, которые очень быстро сносят строение. Ни одной башни за 12 минут. И еще книжки. Из того, что очень сильно Сингулярити просели. Их суппорты просели. Вот эти книжки, которые только сейчас съедают. Вот шестой левел. И шестой левел у СД. Вот только-только. А это 12-ая минута. Могли бы на десятой это уже делать. Ак-девардинг. Ханскин должен быть чуть аккуратнее. И стампит. Сюда подойдет чуть позже пак. Купак руны невидимости меда. Столько сейчас у Свена. Ну и Кристалл Мейден тоже не стоит про меня забывать. Если выберет хорошую позицию, Фризенфилд на месте. Можно будет урон нести. Лейнар Мор. Ну и да, не забываем про Лейнар Мор. Постоянно восстанавливает Торн-протектор башни. Вынужден Деспрофит здесь фармить Юлфер. Слота может потом как-то агоним выходить. Иначе ты просто получаешь сайленс от пака. Очень быстро тебя можно убить. Вот много всяких разных заклинаний. Хотя тут два рут эффекта. И Трэнд-протектор, и Кристалл Мейден. Вообще никуда не денешься. Очень долго находится много игроков в Сигулярии. Те на топе. Практически они бездействуют. Они тут минут 7 уже находятся на топе в большинстве. А вот нижний лайн постоянно пустует. Никто не приходит. Сван в лесу на самом деле нормально он фармит. Там какие-то стаки видимо профармлены были. Плюс Мидас он купил. Потихонечку его используют. То есть сегодня так уж и плохо. С Калибру можно дышать. Выйти бы на него сейчас вот под этот вард, который стоит очень красивый. Потому что он нижний лайн, я думаю, сейчас продолжит фармить. После того, как тролль его подпушит чуть-чуть. Там на топе какой-то прям. ТФТ тоже уходить не хотят. Продолжают. Стать вдвоем. Защищать эту башню. Фак покупает тебе блин. 6 Канетворс. Он там что, кроме блинкдаггера взял? 2-0 у него блинкдаггер. Ну, у него 6 Канетворс. Там что-то должно быть еще. Вейл может быть. Вейл. Эх. Нет, 2-0. Просто? Да. А, ну ПТ еще. ПТшка. Ну да. Где-то это вырисовывается. Тысяча, тысяча. Четыре тысячи. Боттл там. Ну да, где-то там. Кентавр такой затаренный. Купить пай будет. Да, приятно здесь. Блинк будем купить. Блинк. Ну, через пака пока будут играть с этим блинкдаггером. Ну да, просто набегать. Сейчас, кстати, могут выход сделать. Чези в невидимости. Эту руну давным-давно взял. Но тут тяжело выйти в невидимости, когда тренд стоит на этой линии, да, первоментно. Поэтому здесь надо с этими невидимостями быть поаккуратнее. Можно подставиться, чувствуя себя слишком... ДП на руну сейчас можно подловить. Я там прочекал руну. Могла, конечно, там встрять. Майлстром на тролле. Почти и улича готов. Конечно, в руле почти. Там 1600 еще остается. Почти. Затишье. На Сигулярите что-то на топе пытается уже делать. Там такой заход практически на башню. Они чем дальше сейчас будут к Тавру подходить, тем быстрее. Так, снабит. Вырыв на мипошку. Не успевает Кентавр. Рядом врывается еще и Чези. Нужно поставить как-то тримкойл. Желательно двух героев зацепить. Но он находит лишь одного Лишрака. Залетает арба по двоим. Лишрак живет до сих пор. Убивает штуу демона. Дешево. Дешево получается. Но тримкойл еще могут цеплять, на самом деле, двух персонажей. Но сюда вот рваться нежелательно. Там Шрайн. Там нет Вижена. Баунтируна через 10 секунд, кстати говоря. Пока ставил как раз Дримкуэл, мне кажется, на момент второй атаки. Потому что сейчас шаду демона живет и попытается здесь. Ханскиен выходит. Тренд протектор без ультимейта. Оп, баунтируна. 15 минут. А где баунтируна? А просветка сейчас будет, если... Да нет. Он просто забрал баунтируну у четырех персонажей. А они просто тайминги забыли? Ты понимаешь, это уже третья подряд баунтируна. Четыре. А, грустно. Грустно получается. Покажите нам баунтируны. Сколько там? Ну да, их. Они три раза подряд по четыре баунтируна забирали. Так, баг с Дримкуэлом остался. Можно выйти на центр, сюда делать телепорт тренд. Кристалл Мейден также с ультимейтом. Врывается Чейзи. Просто Арбас Айланс по троим. Эра. Кристалл Новый отспамливается. И снова не получается зайти на башню. Да, по аронам тотальная доминация. Ну, в общем, мы это видели на прошлой карте. В какой-то момент. Некомфортно. Так, баунтируна отдавали дальше. Минус. Варды. Да, не могут забрать башню. Ни одной башню не могут забрать. Но если не забираете вы до конца, то она быстро восстанавливается. Или Нормором приходится начинать все сначала. 15% Magic Resistance берет у нас ДП. Варды. 9 вардов. Цемка забирает за игру. Нормально. Кристалл Мейден просто. Все тут. Девардит. Где-то должен быть выход. Сейчас вот дабл дамаж как раз таки у пака. Под этот ДДМ можно что-то попробовать. Пока Иул не появился, можно тайминги на самом деле у ДП сорвать. Хотя это опасно все делать, потому что там есть и СД, там есть и ДП, который Сайллс может накинуть. И Спредбрейкер тоже мальчик нешуточный. А Стрэнд продолжает фармить. Ну опасно, что так с вами много фармят, его не трогают. Он реально скоро догонит пака. Я думаю, скоро и догонит, и перегонит тролля. Если так будет все идти просто в формате фарм, и ничего не делаем. Он уже догоняет. Уже Кентавра перегнал. Сейчас уже с паком почти наравне. Прям чуть-чуть остается, да? Вот, все, он уже на второе место прыгнул. Обогнал тролля. А то, с вами широка. Какой-никакой появляется артефакт, несмотря на то, что на линии все было не так уж и удачно. Пака можно ловить. Пака ловить Кентавра за счет Стампида. Теперь там троллинг, условно, не убежит. И Смоук от Сингулярити. Сингулярити могут сейчас камбэкнуть Свен. Правда, без ультимейта. То есть Смоук хороший, но ультимейта у Свена нет. Но у Свена, видимо, в этой драке и не будет. То есть хотят найти какого-то саппорта. Может быть, поставить пару варда. Ну, тролля тут уже нет. На вражескую территорию опасно заходить, потому что она вся темная. Бегают по своему лесу, ищут кого-то, но здесь никого нету. Здесь уже все выформлено мальчиком, троллем. Да, на тролли туда не пойдут. На шрайне будут драться, если что, ребята. Тролли поставили варды какие-то базовые. Но варды поставили только на своей части карты. Ничего, ничего. Да, тролль, быстрый Блэкинбар. На самом деле, совсем скоро появится. Светчик остается. Буквально там 1300 голды. Сейчас, вырывается. В лидера первая позиция. Преимущество больше у ТФТ не увеличивается. Пак после Блиндаггера и Юл. Ну, об этом я говорил. Тут Юл очень нужен. Это, в общем, единственный предмет, который позволит быть практически бессмертным. Ну, тут прям жестких каких-то дизейблов нет. Только Сайленс. Один Сайленс, да, и Атос. Это Юл как раз и Шифт. Ты можешь там как-то это все разбанцевать. Сван фармит. Сван фармит хорошо. Сверху скоро будет тоже. Ну, Блэкинбар выход делает. Сабли он недавно собрал. И что-то нужно делать в ТФТ. Как раз не отпускать этого Свена. Надо прижимать, потому что тир-один тавер на меде стоит, тир-один тавер на топе стоит. Вот эту территорию можно отжать и Свену не давать выфармивать постоянно леса. Он просто нижний лес выфармивает, идет на топ. Вот как раз его сейчас смещение на топе. И там этот треугольник выфармливают из крипов плюс Эншент. Так, падает башня там понемножку. Да, Чиззи забирает дополнительные деньги. Башня упала. Вторая башня, по-моему, за игру, которую забрали ТФТ. Ну и на мидл нужно какой-то выход делать. Все, пак с Юлом. Теперь можно будет немножко быть поувереннее и драться. Блинк, Юл, высокий уровень. Дабл демаш автоматически активируется. Ну, дождутся БКБ тролли, и тогда уж точно ТФТ будут драться. Очень грамотно, на самом деле, ТФТ распределяет фарм по карте. Если даже посмотреть на нетворсы, как они идут. 8, 900, 8, 800, 8, 100. Соответственно, очень равно распределенный фарм. Даггера нет. Тут будет что? Тут будет Метеор Хаммер. Метеор Хаммер. Прекрасный выбор. Первый артефакт для Ханскина. Тренд и Кристалл Мейд, например, идут на одном ровне по нетворсу. Ну, ЦМК скоро от 15 возьмет, когда это будет покомфортнее. Что у демона? Могут найти. Жидоу демон? Да. Жидоу демон здесь дает пурш, пытается пусть как-то здесь выиграть время, но слишком много героев. И Чиззи делает еще один фраг. Получает, ребята, точнее, один Чиззи и 200 золота почти. Первый фраг за последние 5 минут. Да, фрагов не было давным, давно-давно. Наконец-то. Баунти руны через 10 секунд. Ну и, похоже, здесь Сингулярити проснулись и заберут. Ну, постараются забрать 2. Ханскин хочет забрать руну. Его просто выгоняет Спиридбрейкер, убивать не сможет. И 2 руны для команды Сингулярити. Ну, хоть что-то. В общем, наверное, даже попозже ее брать будет. Хотя нет, Спиридбрейкер забирает. Пока халдим. Бары ДТФТ поставили такие достаточно глубокие. Сейчас можно будет лишь рака увидеть. Может быть, даже атаковать. Ну, такая позиция плохая для драки. А, ну, ясно. Дотягивается. Прямо где-то на границе был. Второй вард, правда, стоит на горочке. Его не видно. То есть все равно он будет давать информацию по поводу этого леса. Спиридбрейкер атаковал. По-моему, это Кристалл Мейдан. Кристалл повесили. Ну, Кристалл Гвард почти готов. Да, Юл на паке. Становится он более... Опа. Ну, похоже, на топе будет прямо сейчас масштабная драка. Пак уже делает телепорт, потому что захотели сингулярить и зайти эту башню забрать. Пак. Ой-ой-ой, может быть, сейчас Дримкоил на миллион. Дримкоил на миллион, бэх. Но он ничего не видит. Он ничего не видит. Три телепорта были. Продавать надо Мипошку. Ну, непонятно. Пингвинчик вроде как рядом. На самом деле, Пингвинчику нужно быть аккуратнее. Смотря на Юл, его также могут убить быстро. С вами покупает БКБ. Своя возможность драка продолжится со Свеном. Ну, нет, Мипошка здесь один. Бутерброд хотят закрыть, и Мипошка погибает. Пингвинчик кулдаун телепорта. Вот только-только откручивается. Начинает телепортироваться. Тролль. Поехали захватывать территорию на Стифте. Тролль с там топорики на всякие случаи. Тролль с Блокенбаром. Если Свен орвется, ему плевать. Ну, да. Так, ну что ж, Свен БКБ. Тролль Блокенбар. Свен в невидимости с ультимейтом. Ну, нет, нет. Кентавра убить здесь не получится. А почему нету-то? Я не уверен, если честно. С ультимейтом? А я думаю, убили бы. И потому что сейчас был бы стан, ульт Спиртбрейкера. Еще Лешак подходил тоже. Не забывай про Ливен Армор. Такой есть нюанс. Не забывай про ульт Свена. Да, я понимаю. Это тоже боль и страдания. Ну, там, Миша, рядом была башня. Там непонятно, где находятся остальные герои. Возможно, они в сантиметре. Это вообще байт. Там просто Ливен Армор бы быстро снял бы Лешак. Ну да, Лешак снимает быстро. Ну, может быть, и правильно, что они рискнули. И они не знали ситуации. Пару ультимейтов потратили бы, да. И не факт, что там было бы все здорово. Так, Смоук под центре вардом. Хотят драку навязать. Очень хотят у нас в шведских коллектив подраться. Ну, у них должно получиться. Снизу Лешак стоит с Атосом одним. Ну, правда, Спиртбрейкером может сейчас Смоук развеять. И Лешак отсюда просто телепорт нажмет. Но Чези врывается. И уже не должны отпускать Лешак в дримкойле. Перепорт нажать не может. Там Юл. Подходит сюда Кентавр. Там Свен. Свен. Врыв. Давайте посмотрим. Тут понятно, что Лешака убьют. Это все ясно. Это ясно. Незерстрайк. Лешак отменяется. Тролль убегает под Блокенбаром. Но кнопки были потрачены. Остается ультимейт. Но Блокенбар нет. Свен. Врывается снова. ГДС еще действует. Полетели топорики. Кристал Мейден. Хорошая позиция для ультимейта. Они могут найти Сайанс только сейчас. Три секунды ультимейта было. Тролль стоит с ультимейтом. Надо его грамотно нажать. Нажимает. Начинает бить Свена. Больно. Свен. Митюр Хаммер залетает. Попадет сейчас просто по двоим. Там Ретелейт работал все это время. Ну и остается Мипошка после Байбека. Погонит за Свеном. Свен под Варкрайм поднимает его в Юл. И должна быть арба. Там рифт. И убьют и Свена. Стан по Шадоу Демону с Байбека. Экскалибур пытается убежать. Очень долго его ложкой. Буквально Чези пинает. Ну и наконец-то убили. Это минус 6 или минус 7? Там по-моему Байбек был точно. Минус 7. Два Байбека по-моему было. Сейчас посмотрим. Я вижу, что два героя в таверне очень долго находятся. Показать, да, от Шадоу Демона или Шаха. Минус 7 просто на пустом месте. Минус 7. 12 тысяч за ДФТ. Да, ворвались в тролли. Тролли, видимо, просто нажал Блокенбар. И смог по драке побегать. Свена уже на половину ГД закончился. И все. Пакси автоматически еще Дагон 2 покупает сразу после этой драки. Ну это понятно. Артефакт, чтобы закончить игру. В ближайшее время, в ближайшие минут 10. Тролли с ДП. Но надо здесь не заигрываться. Хотя Дрим Койл. Сайланс. Здесь не застрайк у Спиритбрекера. Возможно, есть смысл куда-то его скинуть. Но сразу же поднимает его в Юл. Дэс Профит вообще не ощущает. И Спиритбрекер надо убегать куда-то на крипов. Но решил побежать просто вперед. Наверное, если побежал бы куда-нибудь на мид, шансы были бы побольше. Дэс Профит выкупается. Ну и ТФТ отходит назад. Да, понимаешь, что больше нельзя оставаться. Можешь сейчас подфидить. Мы уже много таких видели. Тем более не забываем про баунтируны. Тренд протектор там заберет. Успеет баунтируну забрать в шаду демона. Забирает. Успел. Но правда за это его должны наказать. Но у него есть ультимейт. Нет. Походу тут уже и ультимейт не поможет. Слишком много урона. Хотя линьк арморы бежать. Замедление слишком сильное. Никак. Никак. Ну за две баунтируны он поборолся. Молодец. А тут уже ничего нету, извините. Заходите в следующий раз. Никак. 1-0-3 против 10 коэффициент у нас на победу вообще в этой серии. Да. Бест в один матч. Нет. Это жестко. Перевес растет. 16 тысяч. Ну и разумеется сейчас главная проблема у синглиарити это фактор байбеков. Потому что с войны купят остальные герои тебе помочь не могут. Еще одна удачная драка и команда ДТФТ сможет нести нижнюю линию. Третий догон у пака. Ну это конечно мощь. Это мощь. А 26 минуте у него как бы все, есть уже. Да. Ну лишь рака можно быстро упивать, что до демона. Третий же, да? Не четвертый, а третий. Третий, третий. Очень много ДП с обходом. Так, ну что синглиарити походу забирает свою первую башню за 26 минут. А заберут ли они ее? Мне кажется сейчас мочок будет и драка сейчас появится. Ну они сами за смок нажали. Кентавр фокустить себя не уважать. Слишком много он выдаст обратно. Так, кентавр, смок. Разве я никого не видно? Скарибор дает стан. Есть пурш. Под пуршем все становится чуть поинтереснее. Кентавр. Погибает кентавр. Но весь проказ был в одного лишь кентавра. По факту ворвался пак. Мипошка убить не получилось. Идизрапшн тролль под блокенбаром. Добивает и кристалмейдан. Тролль нажимает ультимейт. Дезпрофит очень больно. Дезпрофит поднимается в юл. Фрост начинает фокусить иллюзии. Триплкил для Свена уже. Фрост остается здесь. Ультракилл для Свена. Свен будет всех бить. Да, нормально так камбэкнули. Свен очень много денег получает. Что, Солкетчер так заехал по кентавру? Солкетчер плюс пурш. И да, кентавра, оказалось, что убивают очень быстро, очень легко. Падает при этом еще и башня. Тренд протектору нужно обязательно сжать ультимейт, когда Свен начинает бить всех. Особенно, когда он это в блокенбаре делает. Особенно, когда в блокенбаре. Вечерак Юл покупает. Ну да, там много денег у всех должно было появиться. Догонщик чези свой реализовать не смог. Он там, по-моему, пытался шедев демона убить, но за проказ, по-моему, не... Но он за проказ не добил. Там немножко не хватило. То есть какое-то время пришлось потратить еще. Но уже четвертый. Ну, получается так. Получается так. 20 уровень. Теперь арба становится еще быстрее. Ну, отыграли. Отыграли. Поймали их в темноте. Очень хорошо. Ребята из Singularity. Дэспорт очень хочет блокенбар. Пингвинчик чуду выжил за счет одного Юла. Там тролль под ультимейтом уже не хотел давать ни единого шанса. Тренд протектор покупает тебе Блинк после Метеорхаммера. Ну, теперь можно будет прям рваться в эпицентр драки. Свен Манта Стайл. Ну, вот. Даггер очень нужен. Манта Стайл как раз против Тренд Протектора, чтобы после блокенбара ты мог бить нормально. У него и Манта Стайл. У него и даггер сверху, я так понимаю, да? У Свена? Нет. Нет. Даггер у него нет. Точно? Что-то у меня сейчас... У нас еще переигровки. Так что, будь повнимательнее. А я внимательный. Смоук. Вот команда ТФТ. Вся кроме Пака. Что-то просто заход на Рошана. Через тролля. Не могут убивать. Нет, нет. Прошли мимо Рошана. Хотят сделать пару убийств, а потом, конечно, уже выйти на Рошана. Но пока никого найти не получается. Сен-Жин-Яша нету. Сразу в Сатаник решил одеться у нас тролль. Масочка у него есть. Засканили сингулярити Рошана. Тоже понимает, что вполне невероятно ТФТ-ентри. Поездом полетел Тренд Протектор и не видно. Ну, такой непонятно, что делает ТФТ в этой ситуации. Паку бы неплохо вот сейчас в таком моменте где-то... Вижен нужно сюда в спину ставить какой-то... Пак может ворваться. Очень круто. Пак в спину вырывается. Дрив Койл по четырым полетел. Тренд где? Тренд. Вот. Есть на Протектор. Есть ультимейт. Экскалибр нажимает Мотестайл. Продолжает бить. Кентавр очень больный. Кентавр все еще имеет стампит. Ливен Армор висит вообще на башне в этот момент. И у нас ставится пауза. Что? Тим Спик. Нет, лак просто. Так, Ливен Армор на башне. Кентавр убежал. Это раз. Все фуловые. Тренд продолжает бить. СД у нас без байбека. И очень красный у нас Лишрак. Нет, все плохо вроде. Все плохо. Там тролль сейчас нажмет ультимейт. Еще у Свена больше нет кнопок. Погибает Лишрак. Тролль нажимает ультимейт. Много урона по Свену. Свен отъедаться нормально не может. Спиритбрекер выигрывает немного времени. Фростбайт от Кристалмейден. Падает. СВен минус три уже. Метеор Хаммер полетит. Дагон залетает. О, очень вовремя Юл закидывает. Но Дэс Профит получает Юл в ответ. И ее грызут все команды. Сифоны работают. Дэс Профит очень сильно отъедается. Залетает Арпа. Много урона по Кентавру. Кентавр вынужден временно покинуть драку. Но и добивает Пингвинчик. Остается один Спиритбрекер без какой-либо кнопки. Есть стики. Можно нажать немножко времени выиграть. Залетает Арпа. Но Дагон не прощает. Минус пять. Тим Вайп и надо на рампу заходить. Пак улетел у нас на базу. Но это со средствой телепортации. Стравулов вернет сейчас обратно. И Шадоу Демону нельзя ни в коем случае подходить. Потому что он умрет. И сейчас с Прака ста. Сейчас Пак потихонечку стрейфится на нее. Он начнет смотреть. Я знаю такие мовы. Ну, тролль уже может перетягиваться. Смотри, смотри. Следующий Шадоу Пойзон. И прям... Будет прыгать туда, чтобы стереть. Нет, не хочет. Ладно, неужели они часы уйдут? Времени еще по-прежнему было. А, там еще баунти уроны валяются. Не забывай. На самом деле, на месте Шадоу Демона или Шакан можно было туда филиппортнуться и забрать эти баунти руны. Они еще на этом проиграют очень жестко. Шрайн еще по пути забрать как раз левый. Ну да, да. Это пластдарм к Рошану. В принципе, неплохая идея. Четыре баунти руны плюс шрайн. О, слишком много. Но очень классно оборвался Пак. И Тренд Протектор наконец-таки вовремя оборвался под этот Рим Койл и дал у Тиммейт. И с Вента Билла остальные герои простояли в руте. Да. Нет, Тренд мощная контра. Ну и Рошану тоже. Опять все ультимейты сейчас открутятся. У Кентавра как раз плюс-минус сейчас вот все появляется. У Кентавра появляется Кристалл Мейден. Рошану бьют. Рошану бьют. Сингулярити. Времени их не так много. Там Торочи сейчас разгонится и этого Рошану убьет. Скана нет уже. За секунду 15. Скана не использовали, да. Да, это драки тоже на Рошпит, где никого не увидели. Поэтому в темноту не пойдут, Рошан уже падает. Еще Степак проверяет. Видит, что герои есть. Чейзель, что готов рваться и Тримкоилы, чтобы просто остановить вот этот возможный выход. И Рошан там, я думаю, уже вот-вот впадет. Я думаю, рановато пока. Да. Рошан падает. Аегис для тролля. Инвиз еще там валяется сверху для пака. Заберет тролль, наверное. Да. Фрос как раз его поднимает. Ну и... Поверху, наверное, да? Надо Т2 забрать, чтобы можно было потом мега-крипов сделать в случае возможности такой. Сатаник тоже почти готов. Ну да, тролль нормально после драки. Налутал. Тролль в Инвизии сейчас зайдет. Ну и опасно. Опасно так гулять, когда там тренд протектор в твоей команде и сентри очень много. Нельзя такая ИГС отдавать легко. Так, ну тут уже смоук. А куда ли шаг-то? Куда ли шаг? Ну он так, типа байтит на себя. Что за спиной вся команда есть. И Мипошка может закрыть. То есть от этого играет, что Мипошка кинет из рапшу. Пак. Арпа. Увидели. Просветил. Увидели. Не хватает здесь варда, конечно. Для ТФТ. Еще можно попробовать арпу закинуть. Ну, в принципе, неплохая идея. Зайти сейчас в спину. Это будет реально неожиданно. Свен в позиции. Тренд главный, что в позиции. И он не даст просто так напасть. Да, тренд протектора невозможно найти. Реально его не получится просто найти. А если ты его не найдешь, то бесполезно. Скан от дайеров. Врыв. На кентавра. Изначально чези отходит назад. Незерстрайк. Тренд легканулся непонятно куда. Да, тренд уходит. Тролль в Атосе. Есть Ливен Армор. Спирид Брекер выдает ультимейт в чези. Урона слишком мало. Ну и Спирид Брекер отдает. Минус раз без байбека. Можно на рампу идти. Да. Просто идти на рампу. Вообще не смотреть ни на что. Это контрат троллю. Потому что он, когда подключает Блокенбар, он хотя бы может его незерстрайком и первым станом чарджем подстанить хоть на чуть-чуть, чтобы Свен бить мог. Ага, аниму кентавра появляется. Сейчас можно будет играть просто через БКБ, Свен ГД. Сразу стампит нажимаешь, уходишь. И потом возвращаешься назад, когда Свен не готов драться. Из БКБ без ультимейта Свен вообще не представляет из себя ничего. Практически. Дезерапшен на тролля. Кентавр. Как-то драку надо начать, да? Солдкетчер еще очень мощный. Пак только может начать, потому что Блинк Дайгера у кентавра нет. А с тампит ты хочешь нажимать скорее в защиту, а не в атаку. Когда тебе больно. Дайгера нету. Кентавр хочет ворваться, но ворваться может только пак. Спиритбрекер появляется. Наполовину башня на топе упала. Байбак есть только лишака. У остальных просто не хватает денег. Да, у Свена не хватает совсем при этом немного. То есть если сделают один онфраг, то я думаю, что у него денежки появятся как раз. Еще один дезерапшен. Но в мипошку нормальное время игры. Плюс фулкетчер, чесис залетел. Ну так, несерьезно. Нарби пытается уйти. Там Ю успевал. Но это было очень опасно на самом-то деле. Пак отходит временно. Врывается перед брейкер. Есть Атос. Попытка убить кентавра. Кентавр нажимает стампид. Временно уходит. Врывается Фрост. Перед брейкер. Больно. Спиритбрекера можно очень быстро убить. Спиритбрекер остается на несколько ударов. Его не добили. Фрост против Экскалибра. Должны тролли здесь убить. Тролль под ультимейтом. Но Аиги свой, скорее всего, отдаст. Заманивает, заманивает, заманивает его туда. Поближе к Тир-4. И сейчас надо будет за него драться. Кентавр уже не может ворваться. Тролль без ультимейта. Только пак. Тролль появляется. Остается у него блокинбар. Поэтому убить его будет проблематично. БКБ от Фроста. Фрост. Фрост. Что он творит-то? Сулкетчер на него хорошо заехал. Да. Тролля убили. Лишь рак выкупается. Но и ничего здесь не спушили. Кроме Т3. То есть, ТФТ очень мало получили по итогу. Кентавру нужен даггер. Да, казалось бы, такое преимущество. И с таким преимуществом команда не может зайти и игру закончить. Очень тяжело. Кентавру нужно с паком действовать. Если он возьмет даггер, они вдвоем смогут стирать одного любого персонажа. До него прям совсем немножко остается. Он это должен понимать. Так. Свен. Там еще рядом Кристалл Мейтен с ультимейтом. БКБ нет 10 секунд. Ой, как может быть? Сейчас классно. Стан. Ну, жми, Йокар Папай. Бежать. Нет, не хватает урона. Сейчас умрутся здесь. Цемка уйдет. Тампида нет. Кентавр под Сайленсом. Да, он очень плотный. Там команда подходит на самом-то деле. Кентавр очень долго бьет. Это может быть ошибка. Вся команда сейчас в очень плохой позиции. Подходит этот тренд протектор. Можно круто ворваться. Ультануть. Надо Ханскену прыгать. Ханскен прыгает. Ультимейт есть. Сразу же Юл. Шэдоу Демон. Не добили Кентавра по итогу. Тролль поедет через 15 секунд. Потом подходит Пак в спину. Врывается на грудную торбу. Делает убийство. Добивает должны Лешерок. Сбайбэка. И надо идти по этой стороне. Ломать ее. Полностью. Да. Еще тролль сейчас появится. И как раз прилетит. Да, тролль. Прилетит. На Т1. Да, потому что, как видите, спушили только одну башню сингулярити. За счет хорошей защиты и работы тренд протектора. Свен с ультимейтом. Пак покупает тебе Линкенсферу. Теперь таргетными скиллами типа Атоса намного тяжелее будет этого пака контролировать. И заход на казармы. Вторая линия. Метеор Хаммерот. О, ну хороший глиф. Да, будет драк идти в совершенно другое русло. Атака на Дес Профит. Дес Профит. Свен с Блэкенбаром. Выходит. Но больше ультимейта нет. Совсем немножко остается до ультимейта. Ультимейт. Экскалибур бьет. Больно. Смогут ли добить? Смог ли добить? Нет, они за кентавром идут. Совершенно не та цель. Пока падает команда. Стампит. Кентавр пытается жить. Перебегает. Тут просто, ах, немножко не хватило кентавр. Духи, духи. Куда же ты развернулся-то? Или он врезался? Закончился ультимейт. Он врезался. Закончился ультимейт. Он пытался ворваться в эту дверь. В текстуру просто. Да, врезался в текстуру. Вошел. Но линия вторая упала. Массовые вайбеки от команды Сингулярити. Условенно все же было. Там небольшой окон с ультимейтом и с блокинбаром. Смог он его реализовать частично. Кентавра фокусить такое себе тоже удовольствие. А непонятно, кого бить на самом деле тролля. Но тоже пока он блокинбарить, обьет пакот. И уйдет всегда в шифт или вуул. Кристал Мейден. Юзлос. Хотя сейчас уже не юзлос. Сейчас уже нормально она демо же вносит. Ну да. Трентай и так убили. Понятно. Кентавра надо тогда фокусить. Талант на золото для Чези появляется. Ну понятно. Тут он уже магический. Нет смысла выходить из каких-то артефактов. Типа Мьолнира и Дейдалу. Сосвен Дейдалу себе покупает. Ну и денежки капают. И у Кристал Мейдена, и у Пака очень много получают. Мейденка сильная сейчас. Да, да. Если я гоним себе реально купит эра здесь блокинбаром. Будет жара. Можно будет заходить реально на казармы, нажимать ультимейт. Там драться спокойно. И параллельно бить. Бить эти самые казармы. Все, застой пошел у нас. Такой маленький. Сейчас все будут фармить. Никто не будет лезть. Не факт, на самом деле. Возможно, ТФТ снова пойдут. Если подставится, потому что все-таки есть фрошант скоро будет. И можно забрать его уже и под Сыр, и под Айгис. Повоевать нормально. Хотя да. Все-таки пытается прессинговать. Перевес 30 тысяч. И там очень мало байбэков. То есть байбэк у тролля есть у Диспрофит, у Трэнд Протектор. Свен что-то купил, у него байбэка нет. Дейдаллс. А, ну вот. И Плэтмейл у него лежит. Просто Плэтмейл. И Даггера у него нет, что прорываться. Он просто Плэтмейл лежит. Это может сыграть с ним злую шутку. Если драка начнется в ближайшее время, и Свена убьют. Ну, от тролля надо. Тролль все-таки начинает уже сильно наверхить с руки. Ну и не только тролли. Кентавр тоже. Да. Айпак там тоже демош неплохой. У него по три сотни, наверное, со своими артефактами своими. Нет, по две. Ну, ты видишь, у нас только магический прям весь. Все равно две сотни это тоже весит и демош. Толкают линии. Да, похоже, Тртв все-таки ждут Саршана. Как он не боится здесь фармить? Ну, парт у него отсюда стоит. У него вар стоит снизу, но не сверху. Ну, да. Из-за того, что по логике вещей подумаешь, что у тебя нижняя сторона как бы осталась в живых, то, скорее всего, большое скопление героев должно быть здесь где-то, чтобы подловить тебя и сразу моментально на этот лайн набрызть. Ему нужно было дофармить свой боевой, когда он его дофармил. Дофармил. Все нормально. Все нормально. Рошан. Какие-то у нас очень долгие сегодня Рошаны. Тоже там две. Две минуты. Две с лишним, да. Да, и Зарел Блейд у нас, и Пака, еще руны Волшебства. Он Волшебство активирует, и Зарел положит в основной. Так, но сейчас догоном раздавать будет чуть ли там не каждые пять секунд. СВН-25 себе берет. Усиляет в ультимейт. Так, у нас Смоук всей команды Сингулярити. Но они-то не знают, когда Рошан появится. Они могут предполагать, есть у них скан. Кентавр. Так, ну интересно. Арбат Пака залетает. Ох, а как заходить-то будет? Прямо через верх, наверное? Ой, там Кристалмейден сейчас. Непонятно. Попытка. Если что, и стампит, поэтому Пака убедить не получится. Пак не таза, ребята. Тролль. Байт на БКБ, Байт на какие-то кнопки. Пошел Линер Морф, просто больно залетел 40 кетчер. Врывает Чези, и Шаду Демон очень быстро погибает. Просто не почувствовали его в этой драке. Кристалмейден стоит ультимейт. Сейчас выберет Эра в позицию. Эра выбирает позицию, нажимает Фризен Филд. Очень много урона вносит по всем героям Эра. Это Кристалмейден. Это гуд гейм. Да, байбэк есть у Дес Профит, есть байбэк у Свена, но не будет ультимейта, и только два героя будут защищать базу по итогу. Крипы уже Тер-4 там жуют, вовсю падают у нас ТВ, но и без трех байбэков, я думаю, здесь смысла нету никакого. Да, Эра просто купил БКБ, просто пришел в драку и просто нажал одну кнопку. А дальше там уже команда помогала. Очень быстро убили и Шаду Демона. Ну и по итогу конец. Конец. И конец для команды Сигулярити, как я понимаю, в рамках этой квалификации. Опять же, у нас такая серия получилась классическая, когда ты отталкиваешься от линии. Если ты плюс-минус выигрываешь все три лайна, то тебе дело техники закончить эту игру. Пак хорошо стоял миду. Ну, пак это самая такая прям серьезная доминация в два раза. Ну, как-то прям слишком сильно Дэспрофит проиграл. И потом этот пак начинал бегать. Дэспрофит, мы помним, приходила гангать вот на топ. В итоге ничего не получалось. Ну, был момент переворота один, да, вот с этой атакой, когда Свен сделал ультракилл. И больше ничего. И снова потом началась доминация от команды ТФТ. Ну, это такой момент, когда ты чуть-чуть отыгрываешь, и все равно ты по Нетворсу очень сильно отстаешь. И не контролируешь дальше игру. Ты вроде делаешь эти минус четыре там, и ничего с этого не получаешь. Не забираешь ни Рошанов, не забираешь ни Китастроения, не давишь противника в ответку. Ты просто на том же месте останавливаешься, остаешься. Так, у нас, получается, перегровки по итогу будут только на три команды. На три команды. Будут, соответственно, эти перегровки только на одном стриме. На пять команд не будут. И кто у нас, получается? ТФТ, Антимейдж и Ахен Сити. Получается так. Правильно? Сингулярити, которые сейчас вышли. Сингулярити никуда уже не вышли. А, точно. The Final Tribe. ТФТ же победили. Сингулярити у них все, становится счет. Они там топ-5 или топ-6 занимают. Уже подплавливают просто под конец, да? Чуть-чуть. Но еще впереди еще три игры. Так, ну что? Что мы делаем? Мы пока болтаем. Болтаем. Ты рад перегровок на три команды? Или нет? Или хочешь на пять? Я хотел бы на пять. Хотел бы на пять, но... Сорян. Передавай. Да. Ну вот, как-то так. Спасибо нашим комментаторам за комментирование этой игры, друзья. У нас, в свою очередь, действительно переигровки будут. Несколько поправлю своих коллег. Будем смотреть переигровки между тремя командами. Это команды Ахен Сити, это команды Антимейдж и Кеус и Спортс Клаб. На данный момент все эти коллективы идут со счетом 4-3. И они, соответственно, между собой будут решать, какие две команды пойдут в следующую стадию. В стадию плей-офф закрытых квалификаций. Ну что, господа, что по игре можете сказать? Я могу сказать, что мы потеряли файл. Пресс-ф, то по респекту. Он просто не смог на пингвинчика больше сказать. На пингвинчика, да. Ну, мы сейчас еще в хайлайтах. Да все, пингвинчик лучший игрок. Я теперь фанат экскалибру после этого. Вот последний бой, это же нечто. Я все прекрасно понимаю. Есть ситуация, ты такой Севен. Ты понимаешь, что ты можешь сейчас раздуться, стать большим, нажать БКБ, там кинуть стан, но там кентавр начинает ультимейт, у тебя там собьется фокус, ты не сможешь добить. И ты все что-то ждешь, ждешь, ждешь. И в итоге ты как бы ждешь, когда уже все у тебя умерли. Ты в этот момент все нажимаешь кнопки, но уже просто никого нет, и тебе все равно ничего не дают сделать. И ты так ничего и не сделал. Хотя в самом начале драки, там, ну не знаю, может было просто пробить сильно тролля, заставить его, может быть, там тоже как-то психануть, там, может быть, он поражал бы ульт раньше времени тролля. И, ну, короче, ты должен делать какие-то действия, чтобы спровоцировать противника, соответственно, возможно, на какие-то ошибки. Но если ты ничего не будешь делать, то ничего и не произойдет. И этот Excalibur, это именно такой вот парень. Это шок-контент, на самом деле, для меня, то, как он сыграл. Он всю игру так играл, примерно. Странный. Как-то раз они могли ту линию выиграть, не допустив несколько ошибок, которые они сделали, и в какой-то момент там ушло, и Станом промазал стоящего героя на месте. То есть, ну, просто какие-то ошибки делали, минорные такие. Ну, тут в целом драфт был, вот я считаю. Сковывающий мобильность. Тренд, который очень хорош против Суэна. Опять же, тот же пак. Ну, драфт просто идеальный по сравнению с драфтом, тем, чем гулять. Такая игра, она просто к своему логическому завершению с каждой минутой подходила. Мне тут тяжело как-то что-то еще сказать. Ну, драфт хорош, но все-таки я думаю, что ТФТ к моменту, когда нужно было подсобраться, они подсобрались именно еще и по личному исполнению. Потому что, в принципе, здесь было все хорошо разыграно, в общем. Ну, были все равно моменты, где они там закидывали. Но это не так важно, потому что линии все равно не успевали отпушить даже после этого, и какие-то объективы успеть забрать. Потому что большинство способностей в кулдауне им опять приходится ждать. То есть пока эти самые способности в кулдауне, герои успевают там и резнуться, и опять собраться вместе, и опять летя пройти. Ну да. Их соперники предпринимают попытки камбэка, и эти попытки, они всегда венчаются переменным успехом, либо какой-то большей степени успеха. Вот просто Singularity в некоторых моментах очень неплохо огрызались, даже несмотря на то, что очень серьезно отставали. Но вот единственное, чего я не понял, почему они настолько сильно хейтили этого Кентавра? Они вот все драки начинали с того, что вгрызались именно в него, тратили на него секунды. Можно сделать многое в драке, а можно сделать ничего. Вот он сделал ничего. Это последний удар, по идее, который он вообще тут в драке в это сделал. Он будет просто сейчас бегать, танцевать на танцполе. Вот и как бы весь импакт Никогда не думал заняться озвучкой Да вот думал на самом деле Короче обычно ты бьешь Понятное дело на том же Свене Просто герой, который ближе всего к тебе У Свена достаточно дэмэджа, чтобы любому герою Внести неплохой урон Тут часто не так важно Лишь бы кого ты бил Потому что ты побьешь этого, он отбежит, начнешь бить другого А если ты пробьешь всю драку бежать за кем-то То тебя могут раскатить, у тебя окончится там БКБ и так далее Но тут как-то это было слишком уж Ну слишком То есть они просто видят кентавра А не видят кентавра, потому что он впереди Потому что он как бы танк Он как бы говорит, да, бей тебе Он с Блэйд Мэйл Ты задумайся, это не каждый день увидишь Там и на тролля ты не хочешь нападать Потому что если у него фокус-таргет сменится В того же Свена он просто уже не уйдет Ну не хочешь, но по-хорошему тебе Мейденку зарезать на самом деле быстро Ну они хорошие все очень позиции удержали Ну это там драка на миде была Я бы не сказал, что там была идеальная позиция от ТФТ Это драка Вот Диане тоже, ну сложно сказать, что это драка Потому что она уже была на хайлайтах у нас Ну в общем там они просто нападают на кентавра В них прыгает пак Дает раскаст Ну им вообще плевать Они дальше бегут в кентавры Все просто впиливаются Не убьют, бьют всю драку Там уже Мейден улетит Прям под ними стоит без БКБ Просто улетит Но они продолжают бить кентавра Ну ладно Такое Сингулярити старались Но тут и драфт Но я все-таки больше даже склонен Именно личное исполнение выделять Потому что ТФТ просто, ну нормально Как Алоха, которого мы потеряли Говорил, что ТФТ там грамотно двигаются Грамотно собирают предметы Видна осмысленность там в действиях И так далее Вот оно действительно все так Ну ладно, давай говорить откровенно Алоха мы не потеряли Он просто вкастовал инвиз Это ультимативная версия шаолиньского кунг-фу Рики Маун Мы собственно поэтому Вот он там на своем месте же еще стоит Мы его место не заняли В общем статистика, друзья, на ваших экранах Это статистика, казалось бы, да Заключительный Best of 1 серии Которую мы с вами смотрим В рамках группового этапа Европейских квалификаций Но это не совсем так Потому что в очередной раз напоминаю Нас ожидают тайбрейкеры Матчи, которые определяют команды Занимающие третье-пятое место То есть по сути сейчас есть три претендента На два свободных места И вот одна команда По итогам этих тайбрейкеров Она в плей-офф не попадет А две других попадут Все верно, да Ладно, Илюха Инвиз Когда закончит кастовать, друзья Мы вернемся в студию аналитики Будем смотреть матчи тайбрейкеров Поэтому оставайтесь на трансляции Не забывайте заходить в наше сообщество В социальной сети ВКонтакте Dota2RUHUB Там есть новости Ссылки на параллельные трансляции Сейчас, если верить расписанию Насколько мне известно Будут скоро стартовать матчи Северной Америки Или, может быть, даже уже стартовали В общем, не буду врать Лучше просто сами посмотрите В нашем сообществе А мы, в свою очередь, уйдем на небольшую паузу И вернемся в эфир Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!